Голые лодыжки, вязаная шапка, сезон, погода, все влияет в том числе и на нашу одежду. Так как же выглядеть модно в это время? Узнаем у нашей утренней гости, стилиста-имиджмейкера Марии Юшкевич. Доброе утро. Маша, доброе утро. Я хочу сразу в первую очередь у тебя спросить, это современная версия утепления на зиму или что это за модный такой аксессуар? Да, все правильно. Мне очень нравится. Спасибо большое. Как это называется? Так что, это утепление или все-таки фэшн? Это фэшн с элементами утепления. Ну ладно, конечно, больше фэшн. Это топ, это брат, так называемый, который мы носим не под низ, а поверх рубашки, даже поверх свитера. Просто это воспринимать надо как аксессуар, который просто разбавляет ваш образ. Ну, женский аксессуар, можно сказать. Да, пока. Но можно такое и летом на голое тело. Конечно, на футболку, кто скромничает, да. Или под жакет. Ну, тогда вот у меня вопрос. Даник как раз-таки и начал интервью с того, что у кого-то голые лодыжки, у кого-то... У кого-то газ нашел. И мне сразу вспомнились, это метросексуалы, гулящие по городу. И вот как все-таки выглядеть не как метросексуал, а чтобы было и тепло, и стильно при этом? Не на тех ты смотришь, хочется сказать, Маша. Ну, вопрос есть. А кто гуляет, на того и смотрю. Значит, вопрос очень хороший. Я начну издалека. Во-первых, я бы хотела сказать, что в тренде, в модных тенденциях главное сейчас это удобство и комфорт. И значит, и тепло. Потому что не нужно думать, что если дизайнеры показали на подиуме шубу и босоножки, что нам нужно это точь-в-точь повторить. Нет. Мы всегда берем только элементы и применяем на себе. Обязательно голые лодыжки мы можем прикрыть носками. Отличный модный лайфхак любого цвета. Сейчас очень модно носить даже с туфлями и босоножками, кстати. Но это уже другая история. Вот. Колготы. Не ходим, мерзнем только в угоду моде. Нет. Вещи созданы для людей, а не люди для вещей. Вот такое правило модное. Модное такое правило. Но я знаю, что еще ты против антитрендов. Это правда? Антитренд. Звучит странно, но я хочу, чтобы ты пояснила, что это такое. Потому что мне очень нравится эта идея. Да, спасибо, что подсказала. Я не то чтобы против, я просто, опять же, издалека объясню. Настолько много приходит сейчас в моду новых тенденций, что они приходят и остаются. И не просто нам предлагается что-то новое. Переосмысление прошлых эпох. То есть, например, сейчас в моде и 70-е, и 80-е, и 90-е, и 2000-е подкрадываются. И все эти элементы, они остаются. То есть, долгосрочными трендами становятся, становятся базой. Превращаются как бы в повседневную нашу одежду. Поэтому сказать, что что-то конкретное модно очень, а что-то не модно, уже и сказать-то так не модно. Поэтому я против какого-либо вот приставки анти, потому что любой антитренд, в принципе, можно смело превратить в тренд или даже в базу. Вот, Маша, я слышал, что сейчас многие говорят о понятии капсульного гардероба. Что это такое и удобно ли это? Расскажу, что это такое. Вообще капсула – это набор вещей. Как правило, 10-15, включая обувь и аксессуары, которые полностью сочетаются друг с другом. Каждый верх подходит к каждому низу. И они могут образовывать огромное количество комплектов. От 30 и даже более. То есть, грубо говоря, у тебя есть набор вещей, в которых ты ходишь весь месяц, но при этом ты ходишь в разных образах, сочетая их по-разному, обыгрывая между собой. Это очень удобно. Это любят все стилисты, потому что просто мы хотим показать, как же удобно иметь меньше вещей, но больше комплектов. Так называемый принцип «less is more». То есть определенное количество вещей и их просто комбинировать по-разному. И это называется капсульный гардероб. Да, и тем самым показывая, что каждая вещь может служить в разных комплектах абсолютно по-разному, по-новому и, так сказать, увеличивать ваше разнообразие. Ну и это даже мы можем тоже вернуться еще и к предыдущему вопросу, когда мы говорили об антитрендах, что нет такого понятия, как вот эти вот видео в интернете, того, что носить можно и как это носить нельзя. Все очень индивидуально, и любую вещь можно носить по-разному. Но главное, чтобы вам было комфортно, и, может быть, там на тебе что-то смотрится очень красиво, а на мне не очень. В нашей студии сегодня два стилиста-имиджмейкера – Мария Хусталева и Мария Юшкевич. Это исключительно мои догадки. Ну и вот в этом межсезонье еще хочу спросить, как часто вообще нужно менять гардероб? Опять же, возвращаясь к тенденциям, чем меньше мы потребляем, перепотребляем, тем лучше, потому что основным таким большим долгоиграющим трендом является забота об окружающей среде. И чем больше ты будешь использовать имеющиеся у тебя вещи как зимой, так и летом, тем больше ты принесешь пользу планете, потому что ты не будешь производить новых вещей, покупать новых вещей. Так вот, обязательно забирать нужно в осенний и даже зимний сезон вещи из летнего гардероба. Как? Как это сделать? Рассказываю, легко и просто. Во-первых, есть вещи, которые являются универсальными. Мы все носим джинсы, футболки, рубашки, какие-то хлопковые свитера каждый день, каждого сезона. Их продолжаем носить, то есть уже мы все знаем, что белые джинсы носят не только летом, их носят зимой и осенью. Я тому подтверждение. Да, то есть сумки не должны быть обязательно темные осенью, наоборот, можно привносить яркие, светлые краски в жизнь. Во-вторых, есть такой интересный лайфхак. Мы берем летние платья и добавляем к ним теплые свитера, одеваем просто поверх, как-то обыгрываем это все. И за счет контраста фактур, легкая и наоборот такой вязаная, может быть объемная, получаем отличный лук, отличную форму лука. Внешнего нашего образа. Также это могут быть тонкие юбки комбинаций. Или если это платье комбинации, то это тоже подойдет, никто не узнает, что под свитером платье или юбка. Но все равно же холодно внизу, как бы, извините. Да, да, добавляем мы, понятно, мы не идем, опять же, в летних босоножках с голыми ногами, мы добавляем какие-то колготки, утепляемся. Тот, опять же, в колготках такой огромный ассортимент. Это и вязаные, и трикотажные, какие-то с рисунками, вообще цвета не ограничены. Все ограничивается только фантазией. Ну, в этом я поняла, я могу оставить платье комбинации себе из моего летнего сезона и так гулять зимой. Комбинаточку. А как Даник может разнообразить свой гардероб? А что, натянул колготы и пошел? Что, как Даник может? И тоже платье комбинации, и наверх свитер. Платье комбинации, да? Я тебе и экологичный гардероб. Ну, такая вот правда. Как мальчики могут быть? Отличный слоган «Можно все». Во-первых, вернемся к универсальности. Кроссовки те же носятся круглый год, и летом, и зимой. Носки. Мальчикам вариант, если уж не колготы, то носки. Ну, желательно носки, а не колготы. Просто они должны быть, допустим, холодно, повыше, щиколотки вот голые оставь на весну. Слышал, что понтон, да, объявляет каждый год какой-то цвет. То есть, например, цвет года сегодня зеленый будет. Ну, вот цвет этого уходящего года синий. Синий. Нужно ли вот к таким мелочам присматриваться, прислушиваться? Как же мне сказать вам «нет»? Можно. К этому прислушиваться можно. Это институт цвета каждый год нам подсказывает, просто дает идеи, вдохновляет. Хотите синий, пожалуйста. Ну, вообще не обязательно. Потому что, допустим, тот же синий может идти одному типу людей, но совершенно не идти другому. И это не обязательно. Это просто источник вдохновения. Вот и все. Их так, кстати, их так много. Он только не один прям цвет года и все. Ни влево, ни вправо шаг. Нет, там есть палитра целая, из которой точно каждый найдет что-то для себя. Мы поняли, как выглядеть модно. А самое главное, выяснили, что носить можно все. Я прав? Да. И в моде индивидуальность, как Маша и сказала. Мария Юшкевич, стилист и миджмейкер в нашей студии, а мы продолжаем. Доброе утро.